Они помогают одиноким старикам, ищут пропавших, встречаются с ветеранами, организуют акции и праздники. И таких неравнодушных людей в зале Музучилища в этот день собралось несколько десятков. Впрочем, это лишь малая часть волонтеров, что есть у нас в республике. А пригласили их сюда, чтобы подвести итоги и выразить благодарность за их непростой труд. За плечами Ильи Юсенко не одно доброе дело. Парень помогал пожилым людям, проводил перепись населения и даже работал в красной зоне в разгар пандемии. Это необычный опыт. Я думаю, что не каждый парень так сможет пережить. Интересно было познакомиться с новыми людьми, помогать товарищам, которые были в тяжелой жизненной ситуации. Вкладывать душу в помощь другим людям – вот что объединяет всех добровольцев. И даже ответ на вопрос «почему ты стал волонтером» почти у всех звучит одинаково. Я вошел в эту волонтерскую деятельность из-за того, что мне нравится помогать людям. Мне нравится участвовать в различных мероприятиях, участвовать в мероприятиях различных фондов нашей Карачао-Черкесской республики. Мне это нравится. Я с любовью к этому делу подхожу. Когда ты идешь в волонтер, ты должен понимать, что ты должен быть дружелюбным, общительным, с хорошим сердцем, то есть добрым. Потому что без доброты ты не будешь хорошим волонтером, потому что он должен проявлять чуткость. Не важно, это будет бабушка, твой сверстник или маленький ребенок. Ты волонтер, и этим все сказано. То есть они всегда открыты, дружелюбные, всегда могут помочь. В этом году волонтеры Карачао-Черкесии объединились, чтобы помочь нашим землякам, участвующих в СВО. Тут большую работу провели добровольцы из регионального штаба «Мы вместе». А это более полутора тысяч человек. Они принимали и обрабатывали заявки на адресную помощь семям наших бойцов, оказывали психологические и юридические консультации, помогали формирование гуманитарной помощи на Донбасс. У нас очень активная молодежь, которая участвует в мероприятиях, в форумах, в грантовых конкурсах. И у нас всегда показатели, так скажем, в тройке лидеров. Это говорит о том, что есть стремление, у людей есть, у молодежи есть желание заниматься этим. И, конечно, работа штаба тоже отображает цифры, большие показатели вовлечения молодых людей в эту деятельность. То есть это говорит о том, что огромное количество молодежи готовы прийти на помощь, оказать содействие в той или иной помощи. Добрых и неравнодушных людей в нашей республике с каждым годом все больше. Для многих из них волонтерство – неотъемлемая часть жизни. Здесь речь идет о том, как через такие маленькие события молодые люди привыкают вовлекаться в повестку жизни самой республики, социальной жизни республики в том числе. И за счет этого, в конечном счете, мы предполагаем, что это будет способствовать тому, что вот эта гражданская позиция молодых ребят, она будет лить мотивом их деятельности, не только на период обучения, но и потом, когда они станут уже во взрослой жизни. Это не первый и далеко не последний форум добровольцев Карачаева-Черкесии. Такие встречи будут проходить регулярно, чтобы эти люди знакомились, получали яркие эмоции и, конечно, делились опытом. Три Назарова, Саид Исмаилов, Архиз-24.